Ежегодно конкурс студент года КФУ становится кузницей громких имен и событий в истории университета. Всего на сцене Уникса были объявлены победители 23 номинаций. В одной из них лучшее информационное освещение победила корреспондент службы новостей телеканала Универ ТВ Надежда Мещерякова. Она поделилась с коллегами рассказом об этапах отбора и о том, как ей далась победа. Вы делаете свое портфолио, где вы полностью прописываете все свои достижения, все свои работы. Затем уже по результатам отбора вы проходите в очный этап при хорошем исходе. И соответственно уже в очном этапе проходит самопрезентация. И потом вы просто ждете волшебной смс-очки или звонка о том, что вы проходите в финал на награждение. Творческий путь Надежды в освещение Казанского федерального университета начался осенью 2020 года. Именно тогда она впервые пришла на кастинг ведущих новостной отдел Универ Ньюз телеканала Универ ТВ. Пройдя конкурентный отбор и став ведущей, Надежда не ограничила этим свою творческую деятельность. Она открывает для себя двери в отдел молодежных телепрограмм, где забновляет формат дневников фестиваля «Студенческая весна» и «День первокурсника». Становится ведущей галоконцертов прямых эфиров. Помимо этого становится ведущей своей собственной программы «Соц. вопрос», где они с оператором выходят на улицы Казани и задают совершенно случайным прохожим каверзные и необычные вопросы. В ноябре 2021 года я принимаю новый вызов и иду уже работать корреспондентом в новостной отдел телеканала Универ ТВ. И на данный момент это моя основная работа, моя жизнь. И я надеюсь, что Казанский федеральный университет никогда не перестанет давать такое огромное количество инфоповодов. Совсем недавно Надежда представляла Казанский федеральный университет на реалии шоу «Игры разума», организованном Минобранауки в городе Севастополь. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универ Ньюс.